Что такое Эрмитаж? Здесь Екатерина уединялась в узком кругу. Там всё серьёзно. Эрмитаж полон призраков. Его предназначение кардинально менялось. Правда, никто не смог найти этот ход. Они появились впервые в современной архитектуре именно на этом здании. Из новаторского по тем временам материала. Шлакоблоков. Подпишитесь, пожалуйста, на этот сайт. И говорите, как вам ролик. Чаще всего при слове Эрмитаж у большинства возникает образ Зимнего дворца, как известного музея. Но на самом деле это не одно здание, а целый комплекс построек, соединённых переходами и построенных в разное время и для разных целей. Так давайте же узнаем, что такое Эрмитаж. Зимний дворец Это главное здание Эрмитажа и бывшая зимняя резиденция российских императоров до 1904 года. Построил его итальянский архитектор Растрелли в середине 18 века. Однако к созданию интерьеров и восстановлению его облика после многочисленных пожаров причастна целая плеяда величайших архитекторов. Эрмитаж полон призраков, таких как Петр Великий и последняя семья Романовых. Некоторые из них довольно необычны для России. Например, сказано, что во время полнолуния у колен сидячей статуи древнеегипетской богини Сехмет появляется лужа крови. Замечает ее только охрана. К утру жидкость успевает высохнуть. Малый Эрмитаж Малый Эрмитаж – это здание, которое дало название всему музейному комплексу. Оно было построено в 1760-х годах Вален-де-Ломотом и Фельтоном, специально для Екатерины II. Эрмитаж с французского переводится как «место уединения». И, собственно, здесь Екатерина уединялась в узком кругу семейном, играла в карты, обедала. Здесь же размещались скульптуры и картины, приобретаемые Екатериной II, которые, собственно, стали основой коллекции будущего музея. Не менее популярными являются поверья о наличии подземных ходов, соединяющих дворец и всевозможные городские здания. Легенда о таком ходе, который соединяет царский покой и особняк балерины Кшесинской, существует более века. Правда, никто не смог найти этот ход. Большой или Старый Эрмитаж Архитектор Юрий Матвеевич Фельтин построил это здание специально для коллекции дворцовых произведений искусств. Потому что еще до того, как закончено было строительство Малого Эрмитажа, стало ясно, что постоянно разрастающаяся коллекция просто не поместится в таком маленьком здании. В XIX веке Большой Эрмитаж реконструировал сначала Джакомо Кваренги, а затем Андрей Иванович Штекеншнайдер. Там появились жилые помещения и более богатые интерьеры. Много легенд добавилось в советский период. Каждый ленинградец слышал, как на свадьбе своей дочери первый секретарь местного обкома партии эксплуатировал парадный золотой сервиз из музейной коллекции. Новый Эрмитаж – первое в России здание, построенное для художественного публичного музея. Оно было открыто публике в 1852 году. А скульптуры для выставки выбирал лично император Николай I. А атланты, поддерживающие эту шикарную лоджию, атлантов здесь, к слову, 10 штук, они появились впервые в современной архитектуре именно на этом здании. Петербуржцы уверены, что исполины охраняют город и его жителей, а также исполняют сокровенные желания. Возможно, такое поверье пошло еще со времен блокады Ленинграда, когда то ли в порте, то ли рядом с ним угодил снаряд, и атланты выстояли. Пострадали только пальцы на ноге одного из атлантов. И теперь к ним приходят люди со своими желаниями. Если вы хотите заручиться поддержкой гиганта, то дотянитесь до большого пальца правой ноги и загадайте желание. Некоторые же уверены, что терять большой палец и загадывать желание нужно именно у того атланта, в которого попал осколок снаряда. Эрмитажный театр построен по проекту Джакому Кваренги на месте зимнего дворца Петра I и с использованием его фундамента. Кроме представлений с участием известных актеров того времени, здесь устраивали и любительские спектакли с участием знати. Также здесь проходили балы и маскарады. Часы Павлин – визитная карточка Эрмитажа. Посмотреть на них съезжаются тысячи туристов со всего мира. В 1777 году их купил князь Григорий Потемкин, чтобы сделать подарок для Екатерины Второй. Но сюрприз не удался. Часы сильно пострадали при перевозке и ко дворцу попали в нерабочем состоянии. Реанимировать механизм князь поручил гениальному русскому мастеру Ивану Кулибину. Тот разобрал часы, понял их устройство, починил и заново собрал, добавив некоторые детали. Оживающий Павлин произвел фурор при дворце. Когда часы заводили, птица распускала хвост, поворачивалась спиной к публике. Ненадолго так замирала и возвращалась в исходное положение. По одной из версий, этим жестом Кулибин хотел выразить свое отношение к правящему дому. Запасной дом Зимнего дворца – это самое молодое здание, оно было построено в 19 веке. Его предназначение кардинально менялось – от Великосветского дворца до доходного дома. И сейчас там идет реконструкция, и скоро будет выставлена часть экспозиции. Хотя выглядит как будто уже отреставрировано. В египетском зале Эрмитажа хранится мумия жреца Пади Иста. Уникальный экспонат, возраст которого больше трех тысяч лет. В 2004 году одна смотрительница заявила, что мумия оживает. По ее словам, на левом плече жреца внезапно начала сокращаться мышца. А потом там и вовсе появился нарост размером с орех. Через несколько дней он пропал, и мумия больше не двигалась. Эрмитажный гараж. Гараж его императорского величества расположен во внутреннем дворе Эрмитажа, поэтому обычным посетителям увидеть его сложно. Он был построен в 1911 году специально для Николая I. Из новаторского по тем временам материала. Шлакоблоков. Красно-кирпичный цвет повторяет цвет зимнего дворца в те времена. В наши же дни он используется по своему прямому назначению. В нем хранят тачки. Боже ты мой! Мы же совсем забыли, что в музейный комплекс Эрмитаж входит еще и главный штаб. Поэтому спустя год мы вернулись сюда, чтобы доснять вам часть видосика про это здание. Антон, а что же такое главный штаб? Главный штаб был построен в 1828 году, при том, что начинал строить его Карл Иванович Росси в 1819 году при императоре Александре I, а закончил уже при Николае I. А что это за арка, Данил? Вообще зачем она нужна? Это триумфальная арка, которая была построена в честь победы в войне 1812 года. Но какое отношение к этому имеет Эрмитаж? С 1993 года часть Эрмитажной коллекции переехала вот в эту левую часть здания. А в том крыле сидят вояки. Там все серьезно. Потому что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Но сейчас вы обратились как раз по зале, по адресу. Уже несколько лет открыта взор у простого человека коллекция в главном штабе Эрмитажа. Туда даже перетащили черный квадрат Казимира Малевича. Еще какие-то картины. Ну то есть сделали все, чтобы вы заплатили за вход там, потом здесь. Но если вы подумали, что на этом здания, входящие в состав Эрмитажа, закончены, то это далеко не так. Также в его распоряжении находится музей императорского фарфорового завода, реставрационно-хранительский центр Старая деревня и Меншиковский дворец. Ну и еще наверняка много чего. Да, например, фериал Эрмитажа в Выборге, отель Эрмитаж, международный благотворительный фонд Эрмитаж. И, по-моему, даже сейчас башня городской думы. Ну, в общем, пишите в комментах, что вы еще знаете со словом Эрмитаж. Кричь о здании Эрмитажа не подвижить никакой сертификации. У меня для вас челлендж. Попробуйте посетить все здания Эрмитажа. У вас не получится никогда. Ну, в общем, да, здесь есть на что посмотреть, мировые произведения искусств. Так что, милости просим. Да, я хочу напомнить, что это лучший музей мира. Вы прослушали полный список зданий Эрмитажа. За всем откланиваемся. Подпишитесь, пожалуйста, на этот сайт. И говорите, как вам ролик? Комментарии. Тогда вниз. Вниз. Спасибо. И вам спасибо. А что за канал? Смотрите наш сюжет на канале «Ходячие репортеры».